Я с вами не соглашусь. Вы знаете, вот все европейские страны отличаются, и Америка в том числе, да, отличаются крепостью своих институтов. Это у нас, возможно, в стране, когда к власти приходят абсолютно непрофессиональные люди, которые не знают, что такое протокол, которые ведут себя по-прежнему как активисты где-то, в общем-то, как и народные депутаты. Посол не имеет права выражать свою личную позицию. Он обычно просто транслирует позицию страны. И почему она изменилась, надо задавать вопросы, в первую очередь, нашему Министерству иностранных дел, Порошенко, который ездил на визит к Меркеле, который был прерван. Ребят, нам можно в стране рассказывать, кто первый начал стрельбу. Вы не забывайте, что мы живем в 21 веке, огромное количество спутников, которое висит, и врать можно только тут, поработив все СМИ. Врать миру невозможно. Что Украина начала прошить стрельбу? Я читаю официальные сайты, я читаю мнение мониторинговой миссии, то, что она фиксирует. Ваша думка, кто начал прошить стрельбу? Я предполагаю, что стрельба, которая была в районе Донецка, была выгодна украинской власти. Не Украине, я акцентирую, а власти, которая теряет контроль, которая находится накануне грандиозного кипиша, как говорили власти. Я говорю, что позиция посла, которая была угодна с его министерством, которую он высловил. Она требовала реакцию Украины, но не в такий способ. Реакция Украины в такий способ, как сделал пан Гончаренко, которая позволила Немеччину еще больше ее подсилить. И в Немеччине теперь прихильники в этой позиции, что, смотрите, они нас критикуют за то, что мы говорим, что там разберетеся сами. И они теперь нищат наш, теперь это символ миру. Когда пан Гончаренко говорит, что обмальовывали всю стену, тогда была она символом войны. Она тогда стояла и разгородживала, разделяла Немеччину. Сейчас это их ценность, и не можно было чипать, чтобы они были на их территории. Я говорю, что позиция министерства стала лучшей через это. Виктор, давайте нам дам... Позволите пару слов буквально. Вот смотрите, когда люди хотят договориться вдвоем, да, они садятся и договариваются. И велика вероятность, что они это смогут делать. Как только они привлекают кого-то, чтобы их рассудили, то надо, наверное, уже соглашаться с теми мнениями, да, иначе надо договариваться самостоятельно. Это логично. Порошенко привлек в эти переговоры, в рамках нормандского формата, еще две страны. И теперь выражать протест против их арбитражного мнения, как минимум, глупо. Иначе было зачем этот формат вообще затевать. То есть должна была быть тихая дипломатия. Нужно было выполнять те условия, которые на себя брали. И тогда можно было как-то к чему-то апеллировать. Сейчас страны выносят свой вердикт. И выносят в том числе, кто не выполняет Минский, в каком порядке это должно быть. Два года идет спор, да, по какому, в каком порядке должны выполняться все... Виктор, вы парламентарий. Скажите, есть закон о спецвыборах на Донбассе? Скажите, есть закон о специальном статусе? Есть закон об амнистии? Это то, что должны были мы разработать с учетом интересов Украины в первую очередь. Эти проекты есть? Вы считаете, что можно проводить выборы, когда там есть российские войска? Я считаю, что если там не провести выборы, этот конфликт не закончится никогда. То провести выборы, поставить полностью в российских марганетах? Там нет никакого выбора, там не будет żadной украинской партии. При наличии международных институтов, которые смогут обеспечить правильное волеизъявление, свободное, да, и показать это всему миру, мы сможем решить этот конфликт. Если 7 миллионов людей не будет иметь свое представительство в парламенте, этот разлом будет продолжаться. Кроме того, вы не забывайте, вспомните выборы, которые у нас проходили в пятом году, в десятом году. У нас все время голосовало две части Украины, как бы это кому не нравилось. И перевес был в один миллион голосов, всегда был баланс, в том числе и по количеству представителей, носителей какой-то определенной идеологии в парламенте. Сейчас, когда нет двух миллионов граждан Крыма, когда нет семи миллионов, да, лишены возможности голосовать на Донбассе. Я имею в виду и временно перемещенные лица, которым просто закон не позволяет голосовать в новом местенахождении. Этот баланс просто стал разрушен. И у нас получается, что одни ценности, одна часть Украины, навязывает другой. Из-за этого мы так и живем. Если мы не вернем это в баланс, об этом говорил не только я, а и очень многие другие. Я имею в виду в выступлениях. Дивися, ну, нонсенс. Реальный нонсенс. То есть, рассказывать, что можно провести выборы, когда, как только начинает смиркаться, все международные спостерегачи одразу стрибают в броньованные машины и тикают в свои отели, которые даже боятся вночь ездить физически, когда неможливо провести жодную агитацию, провести жодного бигборда, провести жодную встречу, пока там будут российские найманцы, пока там неможливо провести выборы. И до этого закликаться, мне кажется, что тут просто пахнет выгодной политической позицией. Вы говорите по вашим темникам. Объясните, каким образом они будут мешать? Вот как вы это физически объясните? Люди в русской форме, представители Российской Федерации будут стоять на утистках или как? Давайте проведем спочатку в Донецку, хотя пару заседаний. Хай просто туда поехать и не побояться. Не то, чтобы говорить, что мы два месяца будем контролювать выборчий процесс. Мы тогда и цирр Дюссалей привезти. У нас есть четкий порядок, чего мы должны делать с двух сторон, чтобы был... Мы их закликали поехать, провести просто встречи в БСЄ в Донецку. Давайте покличем всех дипломатов, вот те, кто нас закликает, давайте поедем. А они говорят, давайте два месяца, например, вы поддержите эту позицию, давайте мы два месяца агитацию, бигборды, туда будут допущены украинские партии, которые могут спокойно ездить по встречам, по кинотеатрам, их перережут там всі. Они на сегодня не могут проконтролювати зброю. Сегодня заявили, градов нема на местах. Нарешті побачили, что они выкатывали. Я вам дам ОБСЄ, где написано заключение. Да, 64 единицы нет с украинской стороны на местах. 36 единиц нет на местах. Все нарушают режим тишины. Все, послушайте, ребята, я не хочу разбираться, кто первый. Еще раз говорю, Украина медленно катится под откос. Все это происходит из-за того конфликта, который происходит на Востоке. Давайте мы зрители, пожалуйста. Это просто самый важный вопрос, из-за чего это происходит, и почему невозможно выборы провести. Это бритв. А потом повернемся.